Всем привет! Наконец-то у меня наступил долгожданный отпуск, и в этот раз я решил проводить его отнюдь не на диване, а сразу же отправился в дорогу. Сначала я побывал в Воронеже, где мне удалось отснять на видео, не пошедшие в серию и единственный известный на данный момент экземпляр видеомагнитофона Электроника 509, а также удалось пообщаться с людьми, которые имели отношение к производству видеотехники в том или ином виде. Так что, думаю, получился достаточно интересный материал для основного канала. Конечно, не всё выйдет сразу, не всё можно будет выложить непосредственно сейчас, кое-что хочу подвязать к будущим видео, но, тем не менее, очень хорошая и полезная поездка получилась. Потом я также побывал в Москве, там уже всё было более спокойно, но, тем не менее, мне всё равно удалось попасть в музей МТУСИ, где поснимать рабочий кадр 3П, что достаточно интересно. Ну и там же были посещения, например, у Теля, некоторые покупки, и Воронеж, который был несколько ранее, тоже, по сути, без подарков не обошёлся. Поэтому, сегодня приехав, я получил вот такое радостное количество сумок. Я искренне надеялся, что это будет поездка, когда я увезу из дома больше, чем привезу, но, к сожалению, за всю историю такая поездка у меня была всего лишь одна. Поэтому, сейчас настало время раскидать эти сумки и посмотреть, что же я привёз домой и чем я в очередной раз загажу свою квартиру. Вот такая радостная кучка барахла у меня здесь получилась, но, думаю, что анализировать её непосредственно на полу будет не слишком удобно. В частности, вы ничего не сумеете рассмотреть в подробностях, поэтому переместимся в более удобное место. Я постараюсь держать некоторый хронологический порядок, поэтому, пожалуй, начнём с Воронежа. Во-первых, моя огромнейшая благодарность отправляется Роме Рогожкину. Он меня обеспечил и жильём, и пропитанием, и транспортом на несколько дней, пока я был там. И ещё и не оставил без подарков. Начнём с самых маленьких подарков, подарков бумажных. Во-первых, это паспорт на видеомагнитофон электроника ВМП-1. Это ранний вариант электроники 501, то есть она практически без каких-либо изменений дальше уже шла, как 501, но, соответственно, этот паспорт для меня достаточно интересен. Здесь есть схемы и остеолограммы. Неполный набор, но как бы вот основная схема магнитофона присутствует. И здесь, судя по некоторым элементам, я могу сказать, что это действительно именно от ВМП. И плюс огрызочек, небольшой огрызочек, но, тем не менее, здесь у нас есть и монтажные схемы. Это у нас модулятор и демодулятор. Соответственно, сам паспорт мне показался несколько интересен тем, что здесь нету никаких записей в гарантийном талоне. Соответственно, этот паспорт из Воронежа, с родины этих видеомагнитофонов, и он ранее лежал в каком-то университете, поэтому запросто может быть так, что этот паспорт был просто учебным образцом и не прилагался никакому аппарату. Либо, опять же-таки, что-то совсем-совсем предсерийное. В любом случае, он мне будет полезен. Следующая вещь не столь полезна, потому что, я, честно говоря, не помню, может быть, у меня уже такая вещь есть, но, повторюсь, некоторые из них откладывались сильно-сильно заранее. Вплоть до 5-6 лет лежали у Ромы, потому что мы с ним очень-очень давно знакомы, и он много-много копил для меня, но не все мог сразу отправить, и вот как-то в этот раз мы более-менее обменялись вещами. Так, это иллюстрация к паспорту видеомагнитофона Электроника ВМ-12. Они в состоянии таком, средником. Я полагаю, их должен получше ввести в кадр. Ну, они интересны именно тем, что это попытка сделать как у Панасоника, то есть сам видеомагнитофон это клоун Панасоника NW-2000, соответственно, вот как бы попытка сделать такое же наглядное пособие, такие же иллюстрации. Также здесь есть две схемы. Это у нас схема кинематическая, вот такая, на какой-то тонкой-тонкой кальке. И плюс схема принципиальная, но в некотором отношении, пожалуй, да, это даже не принципиально, а схема электрических соединений. Но таких вот как раз у меня явно не было. Картинки, может, у меня действительно лежат, потому что я как-то покупал ВМ-12 с паспортом. А, соответственно, схем, таких точно нет, поэтому Роме большая благодарность. Но это еще не все. Также Рома презентовал мне калькулятор электроника B318A. Конкретный экземпляр прилично поработал, он достаточно грязненький, засаленный. Но в отличие от имеющегося у меня уже такого экземпляра, здесь не потеряны шильдики, красивое красное днище. Соответственно, я подумал, как его скрестить с тем, что у меня уже есть в тоже незаконченном, скажем так, состоянии. У этого агрегата были прикручены вот такие щупы для питания. Мы попробовали его запустить, он вполне хорошо работает. Соответственно, надо будет думать, как мне собрать из двух один. Следующий подарок это вот такой пультик электроника PDU1. Состояние у него так себе, но, соответственно, он много места не займет. А самое главное, я хочу его попробовать с имеющимся у меня видеомагнитофоном электроника VM32. Хотя я точно знаю что-то от другой модели. На стадии монтажа я укажу от какой. Но вот попытка-непытка, можно будет попробовать. И, наконец, самый крупногабаритный подарок от Рома. А правильнее сказать, покупка, которую он когда-то сделал по моей просьбе. Я это разукомплектовал для удобства перевозки, но сейчас я это потихоньку соберу, и вам будет ясно, что же это такое. Во мне проснулся внезапный рукожоп, поэтому пришлось немного повоевать с бейнетным креплением. Но сейчас вроде бы как всё в порядке, и я готов представить вам вот эту камеру электроника-видео. Данный экземпляр явно ранний. Опять же, такие я могу сказать, судя по разъёму и по названию. Потом эта камера уже называлась электроника 841. По комплектации ничего необычного на первый взгляд, если мы рассмотрим саму камеру. Ремешок и здесь у нас видоискатель. Электронная резинка, к сожалению, потеряна. Но это я готов простить за объектив. Потому что большинство таких камер комплектовались стандартным объективом Индустар 50-2. Это очень грустный объектив, который, в принципе, с этими камерами работает, ну, наверное, можно сказать, никак. А здесь у нас установлен объектив Метеор. Сейчас я даже более точно скажу, какой. Метеор 5-1. И, соответственно, это единственная из советских камер, которая имела трансфагатор. Что проще можно назвать в наше время как зум. Ни одна из других моделей подобного функционала не имела. Поэтому это шикарнейшая камера для коллекции. И я невероятно рад её заполучить. Я её искал уже достаточно много лет. И вот, наконец-то, у меня она появилась. Когда мы снимали в музее электронику 509, к нам присоединился Женя Мезенцев. И подарил мне вот такую катушку. Это стандартная видеокатушка Orva 640 типа. Ничего в ней уникального нет. За исключением того, что специально для меня была сделана запись на Lamo 403. Её содержимое остаётся в секрете. И, по сути, эта катушка предназначена для того, чтобы я проверил совместимость видеомагнитофонов. Потому что, например, мой магнитофон и магнитофон Диего имеют прекраснейшую совместимость. Недавно мне на цифровку присылали катушку со свадьбой для Lamo 403. Опять же, с каким-то некогда архангельским Lamo у меня есть совместимость. Узнаем, есть ли у нас совместимость с Lamo, который сейчас обитает в Курске. Ну что ж, вот он, мой Lamo 403. Вот эта катушка. И давайте мы попробуем узнать, что же нам Женя Мезенцев сюда записал. Шишка стоит у меня, шишка идет, поставили. Содержимое идеальное. Точно так же, как и совместимость. Ну и последняя пара подарков непосредственно от бывшего работника завода Видеофон. Это рекламный плакатик, где изображен видеомагнитофон электроника VM1230, совместное производство с Самсунгом. Ну и также изображены какие-то технические процессы. Ну, просто рекламный плакатик, но достаточно интересный. Понятно, что это уже середина 90-х. Ну, может быть, первая ее половина. Но, тем не менее, я его в дальнейшем отсканирую и выложу себе на сайт. И еще вот такая брошюрка. «Состояние и пути повышения надежности видеомагнитофонов». Брошюра за март 93-го года. Здесь приведены тезисы докладов от ростевой конференции. И я не могу сказать, что это какой-то особо интересный документ, но в то же время надо понимать уникальный. И я отсюда уже смог выдрать для себя некоторые полезные даты взаимосвязи. Поэтому, я думаю, данная брошюра может послужить, если не как автономный полезный источник информации, не что-то интересное сама по себе, но хотя бы дать по-таки направления для составления полноценной истории отечественной видеотехники. Потому что в ней есть очень-очень много белых пятен. И это даже не все подарки, которые передали мне в Воронеже. Правда, некоторые из них оказалось удобнее отправить транспортной компанией, поэтому я расскажу о них непосредственно, когда они окажутся у меня на руках. Например, о тех видеокассетах, которые мне передал товарищ Радон. Видеокассеты ВК-180, ВК-120 с достаточно интересными дизайнами, которых еще нет у меня. Круфов, к сожалению, пока что не будет, но тем не менее, отдельно ему тоже спасибо. А пока что плавненько перемещаемся в Москву. Здесь, опять же, огромнейшая благодарность от меня, товарища ВСИДИ. Леша, как всегда, радушно принял меня у себя дома, и мы несколько дней и вроде как занимались какими-то, можно сказать, приключениями, сесть в Мунтусе, но в то же время успели и в удовольствие себе плащить. Несколько подарков непосредственно от Леши. Это вот такой ноутбук Toshiba. Про модель ничего вам не скажу. Вижу, что это Pentium 4, Windows XP. По-моему, 2004 год. Это, если я не ошибаюсь, какой-то передар. То есть, Леше, в свою очередь, когда-то этот ноутбук отдали, он ему был не особо востребован. Он его передал мне. Почему? Потому что у конкретно данного ноутбука есть LBT-порт. LBT-порт нужен мне для программатора. Соответственно, нужно понимать, что современный мой компьютер уже такого порта не имеет. Программатора мне нужно подключать. И плюс запись. Дискет для Амиги производится тоже через специально доработанный дисковод, который опять-таки подключается к LBT-порту. Соответственно, дергать стационарный системник старый мне придется меньше, и, возможно, я смогу от него вообще избавиться. Поэтому, Леше, большое спасибо. Штука не на использование каждый день, но, соответственно, мне вполне нужная. Еще один подарок от Леши, который он сунул мне буквально в самый последний момент. Это блок расширения памяти электроника BRP4. Он предназначен для микрокалькулятора электроника MK52. Причем, самого калькулятора у меня нет, но ради такой штуки я действительно готов его раздобыть. Если я правильно помню, то это почти что электроника MK64, 61, с обратной польской записью. И здесь основное как раз отличие, пожалуй, в компоновке самого калькулятора и возможности подключения внешнего блока расширения памяти. В этот блок записаны программы. Здесь даже есть такое жирное руководство по использованию этих программ. Оно не особо упорядоченное, надо сказать, но здесь как бы получается достаточно много программ. Не могу сказать точно. 54 программы для решения задач игрового, спортивного, профилактического и бытового характера. Звучит многообещающе. На практике, конечно, все не так радужно, но тем не менее, да. Есть, повторяюсь, полный комплект. Есть схема, есть схема, наверное, от блока, которую я показывал вам вверх ногами. Есть даже схемы и талон на сам калькулятор, который, видимо, когда-то купили, потому что, как я вижу, калькулятор стоил 115, а блок расширения 16 рублей. Суммарно 131. Самого калькулятора не сохранилось, сохранились лишь только схемы от него. Но очень интересный подарок, и я действительно найду калькулятор просто лишь ради того, чтобы подцепить этот блок и посмотреть, как они работают вместе. Не могу сказать, что калькуляторы это какое-то очень приоритетное для меня направление, но я планирую небольшой музейчик их у себя на работе выставить. Тем более, одно из следующих обновлений как раз будет связано с этой темой. Также через Лешу мне был передан подарок от Alex Moss. Это вот такой лазерный видеодиск, а точнее даже два. Я думал, что это пара пюркского периода, но, как я понимаю, это либо сиквел, либо что-то дополнительное. Я, честно говоря, не смотрел даже оригинал. Лазерный видеодиск, в принципе, я думаю, большинству из вас такие хотя бы косвенные, но знакомы. У них нет чего-то прямо-таки уникального, но у меня, пожалуй, даже больше отечественных дисков, чем зарубежных. Потому что отечественные, это может состоять в профиль моего коллекционирования в каком-то понимании, а таких зарубежных у меня крайне мало. Тем более, с кино. Поэтому я его взял. И еще, опять же, это Alex Moss. Несколько паспортов. Несколько инструкций. Это у нас Romantic Trip. Romantic Trip у меня точно имеется. И укомплектовать его паспортом будет достаточно приятно. Дальше у нас Oda 102. Оды 102 у меня нет. Опять, я думаю, я его могу, этот паспорт, передать Роме Рогожкину. Потому что у него эта Oda присутствует отнюдь даже не в единичном экземпляре. Ведь Oda 102, не 101, да, Oda 102, стереокомплекс, соответственно, для него здесь есть достаточно много всего. И даже какие-то волшебные распиновки отдельных элементов. И схемы, как я понимаю, это все от него, от разных компонентов. И шок-кошмар, даже что-то на бумажке РЧВ перерисован. Чего-то здесь прямо на кальке очень стремились и очень старались делать. Но, тем не менее, да. Дальше паспорт на калькулятор электроника MK51, который я уже обозначил. Мне внезапно стало интересно, а есть ли у меня такой калькулятор? Подождите-ка минутку. Память Саши не изменила. У меня действительно есть такой калькулятор. Ура! Это не просто подарок никуда, а даже имеющий какое-то прикладное значение. Правда, надо сказать, что у меня таких калькуляторов два. Все совсем плохо. Этот калькулятор мне кто-то прислал из зрителей. Извиняюсь, что я уже не помню за давностью времени, кто это был. Если я правильно помню, то данный экземпляр не рабочий. И опять же таки, у нас имеется, по-моему, и паспорт. Ибо я уже все пролюбил и забыл. Да, у нас есть паспорт. Здесь вложены внутри папочки. Я думаю, с этим мы сделаем то же самое. Опять надо будет подумать, какой из них лучше. Потому что этот, я точно могу сказать, он работает. Вот даже это вполне сейчас видно. А тот, скорее всего, дохлый. Поэтому посмотрим, как и что я скомплектую. Но вот. Плюс один паспорт к реальному аппарату. Так что это хорошо. Самые внимательные зрители могли застать в прошедшую субботу стрим Сутиля. Там у нас собралась компания в виде меня, Макса Крюкова, Владимира Журкина, Евгения Каратаева, А также Юры Эрнджи Тайма. Надеюсь, никого не забыл. Сам утиль меня не сильно впечатлил, потому что там в основном медицинское оборудование. Это меня не особо интересует. К тому же я уже знал о предстоящей мне в тот вечер глобальной покупке. Поэтому я старался не распыляться на мелочи. Но все-таки кое-что я оттуда утащил. Во-первых, это опять же-таки калькулятор. Электроника МК-44. Сейчас включать не буду, но он работает. В принципе, он только пожелтел и потребует некоторых работ по косметике. Дальше это вот такая клавиатура. Механическая механика. Клацает, клацает. Как приятно. У меня есть 386-й компьютер, который можно укомплектовать этой клавиатурой. Все прекрасно. А также индикатор часового типа. Выглядит он вот таким образом. Мне кажется, достаточно интересная штучка, которая может быть полезна. Пока что не говорю, что она обязательно мне потребуется и поимеет предкладное значение. Но поскольку она там досталась мне бесплатно, то, соответственно, в принципе, все хорошо. Единственное, за что из этих вещей я заплатил, это клавиатура. Клавиатура у нас стоила 100 рублей. Остальное получилось, что бесплатно, потому что мы по-интересному комплектовали кучки добра, которые забирали. Ну и в итоге, когда там была какая-то ценная вещь, то, соответственно, другие могли доставаться бесплатно. А теперь еще несколько подарков от участников этой поездки на утиль. От Макса Крукова мне досталась вот эта шикарнейшая батарейка на 9 вольт из Икеи. На самом деле это одновременно и шутка, и троллинг, и подарок. Но, тем не менее, было подарено, поэтому спасибо. И еще более ценная вещь, это вот такой тороидальный трансформатор. Кастомный, намотан на заказ в тореле. Этот трансформатор позволит питать изделия американской промышленности, скажем так. И японской на 100 и 120 вольт. 5 ампер. Вот такой шикарный, жирненький трансформатор. Максу спасибо. Презент от Евгения Каратаева целое полкило припоя. Не знаю, насколько он качественный, но я думаю, что Евгений мне не подарит какой-нибудь ерунды. Поэтому, я думаю, рано или поздно его использую. Соответственно, благодарность Евгению. RG Time передал мне достаточно аутентичный подарок, который очень сильно выделяется на фоне остальных. Но я по-прежнему не знаю, смогу ли я его использовать как-то по прямому назначению. Было бы времени побольше. Соответственно, я бы явно с ним что-то сделал. Пока что, я думаю, он пойдет исключительно на полочку. Это моноскоп Li-22.1. Внутри этого моноскопа нанесена испытательная таблица 0249. Черно-белая испытательная таблица, достаточно стандартная. Ее, в принципе, там даже неплохо видно. И, соответственно, эта трубка предназначалась для того, чтобы эту таблицу генерировать. И, наконец, я расскажу вам о еще одной штуке, которую я купил в Москве. И которая приедет ко мне позже транспортной компанией. Но все равно я успел ее немножечко заснять в работе. И эти кадры вы сейчас и будете наблюдать. Я купил видеомагнитофон формата U-Matic. Sony, модель, уже напишу в процессе монтажа. Этот магнитофон я купил по наводке Леши. По наводке VCD. Я не знал, что в таком форм-факторе выпускались магнитофоны, кроме как формата NTS-T. Оказалось, что действительно было так. Леша просто листал авито, показал мне этот магнитофон. И я загорелся, узнав, что он мед и пал, и секам. Еще одна благодарность, которую уже раз Максу Крюкову, за то, что он свозил меня в Зеленоград. И мы забрали этот аппарат. Оказалось, что он практически рабочий. Он потребовал только лишь регулировки натяжения, и, может быть, в дальнейшем потребуется регулировка тормозов. Больше изъянов, на самом деле, по внешности. У него, к сожалению, отбит угол. Но также с магнитофоном досталось целых 7 видеокассет с достаточно интересным содержимым. Некоторые из них, я думаю, мне придется оцифровать. Магнитофон, повторюсь, приедет ко мне позже, но это действительно очень интересная машина, которая займет достаточно почетное место в коллекции. Потому что, несмотря на то, что я отдаю приоритет отечественной технике, но стараюсь собрать отдельные экземпляры импортных форматов. Вот такие вот результаты у меня поездки в Воронеж и в Москву. Полагаю, мне придется разгребать их еще очень и очень долго. Поэтому, хотя бы в предварительном варианте, я постарался вас с ними ознакомить. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!